В московском суде состоялось третье заседание по делу о резонансном ДТП на Салтовке. В этот раз прокуратура предоставила видеозапись, которая, по мнению обвинителей, доказывает вину подсудимого Дениса Юрченко. На видео нет самого момента ДТП, однако в кадре видно, как двигался автомобиль обвиняемого. По словам гособвинителя, проезжая перекресток, Юрченко хотел скорее проскочить светофор. По нашему мнению, с учетом данной же видеозаписи, мы видели, как он двигался, как он шел с ускорением. Мы считаем, что за такое время он не мог так оценить ситуацию, так как он об этом поясняет судебное заседание. О том, что выстроились автомобили в три ряда, о том, как он видел, что загорелся для пешеходов красный свет, и о том, как он видел, на каком расстоянии начал смещаться черный автомобиль. Я считаю, что за такой короткий промежуток времени, с учетом траектории его движения, это было сделать невозможно. Он просто ехал, по моему мнению, не посмотрел по сторонам, просто хотел проскочить данный светофор и, допустим, столкновение с черным автомобилем. Юрченко продолжает утверждать, линию светофора он пересек на мигающий зеленый сигнал светофора, а водитель черного Киа наоборот. Добавив, что у него было достаточно времени на то, чтобы оценить ситуацию. Также в ходе заседания был допрошен еще один новый свидетель, девушка, которая в момент ДТП переезжала перекресток, сидя в такси. Она заявила, что видела, как Киа двигался на зеленый сигнал светофора. Выступить свидетелем девушка согласилась после того, как с ней в интернете связалась мать Заратуйка. А вот слова трех других свидетелей, которые давали свои показания на предыдущем заседании в сторону Юрченко, прокуратура поставила под сомнение. После просмотра видео стало ясно, слова троих очевидцев ДТП не сходятся с действительностью. В прошлом заседании был допрошен свидетель со стороны защиты, женщина, которая говорила о том, что она находилась на противоположной стороне движения. По ходу движения бежевого автомобиля Юрченко стояла возле торгового киоска Кисет. Там есть светофорный объект, который регулирует переход пешеходов через проезжую часть. Мы смотрели видеозапись, тем более по ходатайству защиты пересмотрели ее второй раз. Четко туда направлена видеозапись, там нет ни одного человека. Поэтому мы делаем такой вывод, что данного свидетеля там вообще не было. А еще один свидетель? Еще есть два свидетеля, которые допрашивались ранее. К их показаниям мы относились критически еще с момента досудебного расследования. Это те люди, которые ехали на автомобиле ВАЗ за автомобилем обвиняемого Юрченко. По словам которых, они четко видели механизм ДТП. Эти люди были допрошены на досудебном расследовании. Одни из самых первых. И изначально их показания были неправдивы, поскольку они поясняли, что они четко видели, что автомобиль Юрченко остановился на перекрестке, после чего возобновил движение. После того, как мы изъяли видеозапись и ее посмотрели, предъявили данным свидетелям, они свои показания поменяли, начали говорить о том, что он медленно двигался. Мы с ними три раза проводили следственные эксперименты, постоянно у них показания отличаются. И, соответственно, мы по их показаниям проводили экспертизу. И в связи с тем, что у них такие показания, эксперты их посчитали несостоятельными. Подсудимый же уверен, что прокуратура таким образом преднамеренно избавляется от свидетелей защиты. Поставили под сомнение двоих ребят, поскольку, когда допрашивал их следователь, он, естественно, допросил так, как нужно ему. Они это умеют делать легко. И человек без юридического образования, сложно ему судить, все ли правильно делает следователь и все ли правильно подписывает документы, которые он составил. Но вызовут их на следующее заседание. И на следующем заседании эти люди смогут подтвердить свои слова, которые дали. Мое мнение, что прокуратура устраняет свидетелей защиты. Следующее судебное заседание назначено на 29 января. В его ходе будут выслушаны показания экспертов. Сергей Олейник, Андрей Зоц, 057.ua